МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Дистанционка. Школьники и студенты перешли на обучение в интернете. Гречишное безумие. Саратовцы о пустых полках в магазинах. Возрождение Спартака. Старейший в городе стадион восстановят за счет благотворителей. В Саратовской области официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Информация об этом в четверг была опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора. Речь идет о женщине, которая вместе с семьей, мужем и двумя детьми отдыхала в Италии. Сейчас она госпитализирована. Есть лабораторное подтверждение на наличие у пациентки новой коронавирусной инфекции. Заболевшую поместили в одну из саратовских клиник. Супруг и дети также находятся под медицинским наблюдением в стационаре. На сегодняшний день факты заражения зафиксированы в 23 регионах страны. В целом положение в России выглядит на порядок лучше, чем в той же Европе. Сдерживание распространения COVID-19 во многом способствует принимаемые властями меры. У нас, как и во всем мире, отменяются спортивные соревнования, закрываются музеи и театры, отменяются концерты, выставки, всевозможные массовые мероприятия. Важный шаг – перевод на дистанционное обучение студентов и школьников. У последних уже с понедельника начнутся каникулы, которые продлятся не одну неделю, как обычно, а целых три до 12 апреля. Школьники и студенты под ограничительные меры попали одними из самых первых. Уже в начале недели для учащихся лицеев, гимназии и школ отменили кабинетную систему и разрешили свободное посещение. Это школа 95, рядом с горпарком. Влажную уборку делают несколько раз в день. В коридорах и кабинетах стоят рециркуляторы воздуха. Теперь не дети перемещаются за учителями по кабинетам, а наоборот. Вот геометрия, там, где всегда учили физику, а это уже география в кабинете русского языка и литературы. Ограничения вполне условны. На переменах дети выходят в коридор и все равно общаются друг с другом. Директор Ирина Пархоменко новость о переходе на дистанционку узнает от нас. Говорит, что официальных бумаг еще не получала, но школа к такому формату готова. За плечами большой опыт предыдущих карантинов, но бывают и проблемы. Проблем здесь на самом деле две. Первое – это то, что детей младшего возраста, особенно начальной школы, без помощи родителей усадить перед компьютером. И без их помощи усваивать материалы они точно не смогут. Ну, в общем, наверное, и пятый, и шестой классы этим тоже не отличаются. Дистанционное обучение хорошо проходит на девятых, десятых, одиннадцатых классах, там, где дети мотивированы на результат. И для них ежедневное подключение и работа не являются чем-то особенным. И вторая проблема – мы, школа, в которой дети учатся по микрорайону, микрорайон у нас очень разный, просто иногда в семьях нет компьютеров, и, следственно, нет возможности подключиться к дистанционному обучению. И поэтому в таком случае мы всегда будем готовы принять детей, также определим время для консультации и будем заниматься вот в таком режиме. Какого-то единого стандарта для школьного дистанционного обучения нет. Каждый случай рассматривается индивидуально, заявляют в областном Минобразе. Дистанционное обучение в каждом образовательном учреждении будет зависеть от возможностей самого учреждения. Если у школы есть возможность провести онлайн-уроки, соответственно, время, даты для какого класса и какого педагога, это расписание завтра должно появиться на сайте учреждения. Если такой возможности у учреждения нет, значит, задания раздаются именно в доступной форме педагогами. Это могут быть задания, которые переданы по электронной почте, в электронном журнале, и плюс, как я уже говорила, в письменной форме через родителей переданы детям. Да, онлайн-уроки, во всяком случае, в крупных городах, таких как Саратов, Балакова, Энгельс, учреждения, где хорошая скорость интернета и возможность такая есть, вот такие уроки проводятся. Вопрос, который сейчас занимает многих выпускников – единый госэкзамен. Трехнедельный отдых – это, конечно, приятно, но выпадать из учебного процесса накануне важнейших испытаний – перспектива так себе. Глава городского комитета по образованию Лариса Ревудская успокаивает и детей, и родителей. По информации Рособранадзора, которая пока есть только в интернете, официального письма у нас пока еще нет от нашего Министерства образования, я думаю, в скором времени оно появится, что в связи с таким массовым дистанционным обучением детей на территории Российской Федерации даже встает вопрос о переносе сроков единого государственного экзамена. На сегодняшний день мы уже располагаем информацией о том, что досрочный период единого государственного экзамена, который должен был 20 марта начаться, по решению Рособранадзора перенесен на основной период. И в резервные дни основного периода с 25 мая по расписанию выпускники прошлых лет будут сдавать единый государственный экзамен. В любом случае, в первую очередь, на первом месте у нас защита здоровья наших детей. Помощь школьникам готов оказать и социально ответственный бизнес. Бесплатный доступ к своим урокам открывает ресурс учи.ру. Бесплатными на время карантина будут уроки и на страницах проекта 01.математика. На дистанционку на этой неделе перешли и все саратовские вузы. Сколько придется жить в виртуальном пространстве, пока сказать сложно. В Поволжском институте управления для студентов даже разработана специальная инструкция на 32 листах. Вот такой вот информационно-образовательный портал. У каждого преподавателя, у каждого студента есть туда доступ. И здесь мы можем увидеть не только ознакомиться с дисциплиной, но и преподаватель размещает все необходимые материалы. Учебно-методические, лекционные, затем различного рода тесты. То есть такие материалы, которые позволяют проверить знания. Студент самостоятельно ознакомится с этими материалами и проходит, допустим, тест, подтверждая освоение того или иного материала. И лекции, и различного рода задания по, например, написанию проектов. Потом курсовые работы никто не отменял, они точно так же их готовят и представляют, здесь могут загружать. Здесь есть форумы, форум, в котором можно как раз общаться с группой, с целой группой, обсуждать какие-то вопросы. То, что, например, студенты не поняли, требуется дополнительное разъяснение, поэтому преподавателю, конечно, такая возможность есть и у студента тоже. Опыт дистанционного обучения осваивают не только в Саратове. Есть и весьма оригинальные подходы. В Ростове студенты вместе с преподавателем переместились в мир популярной игры «Майнкрафт». Кабинет, студенты и виртуальный лектор. Мы создаем новую переменную тем, в которой с помощью цикла «Фор» записываем, какой результат. С обыкновенными вузами история понятна. А как быть людям творческим? Тоже осваивать виртуальное пространство. Эту форму мы использовали и раньше, потому что, безусловно, той работы, которая проходит в классе, времени на ту работу, как правило, не хватает. Поэтому, естественно, каждый педагог создавал группы своего класса в любом мессенджере. И дополнительный материал, касаемый и дополнительной литературы, учебно-методических пособий, как и нотной литературы, он отправлял именно там. На сегодняшний день мы сохраняем расписание, которое у нас есть. И в рамках этого расписания каждый педагог выходит на связь со своим студентом. Например, работа творческих коллектив на сегодняшний день также проходит через электронную информационную образовательную среду путем того, что руководители творческих коллективов сейчас дают программу работы коллектива, проставляют штрихи, дают задания на изучение партий, если это оркестровый класс, или изучение хоровых партий, если это хоровой класс. Дают определенные рекомендации. Что касается специальных дисциплин, то здесь и визуальная, и теоретическая, и практическая работа, потому что, в принципе, нотный текст, основа фразировки, возможно, и дистанционно. Тяжелее всего студентам театрального института. Но и для них, по словам Александра Занорина, занятие найдется. У них процесс освоен в основном на групповых занятиях. У них мастерские, есть мастера курсов, которые ведут, плюс есть предметы, которые связаны и с речью, и с танцем. Поэтому на сегодняшний момент они осуществляют это дистанционно. И кроме этого, они сейчас себя совершенствуют интеллектуально. В этих электронных системах мы опубликуем известные постановки, известных режиссеров, театральных деятелей, которые у нас есть сети интернет, и мы просим их смотреть. В этом смысле мы используем все блага этой системы интернет для того, чтобы максимально наши студенты были задействованы. Тревожные новости о коронавирусе ожидаемо всколыхнули граждан. Вслед за жителями Европы и Америки народ побежал в магазины делать запасы. Крупы и макароны, тушенка, соль и сахар, спички, наше все гречка. В отдельных магазинах приходилось видеть даже начисто сметенный из полок хлеб. Вот уж им-то казалось, зачем запасаться. Среди популярных товаров туалетная бумага, средства для дезинфекции, маски, про них можно даже не вспоминать. К счастью, товаров вроде бы хватает. По крайней мере, власти граждан в этом уверяют. Да и сами представители крупных сетей говорят, что запасы есть, дефицита быть не должно. А что думают о происходящем сами горожане? Наша съемочная группа отправилась по саратовским магазинам и рынкам. Если людям хочется закупать это, то пускай. Да вот, мне кажется, из молодежи этим мало кто занимается будет. Чтобы прям ходить закупать какие-то крупы или какие-то специальные товары, нет, не знаю. Ну, на всю жизнь не запасешься. Как всегда, вот что у меня есть, то и есть. Не хватает продуктов. Вон, собаки, овсянку купить я не могла, бегала, искала. То есть, как бы полки полупустые, конечно, плохо. Ну, я не вижу смысла все равно закупаться. У нас магазинов много, в одном не найдешь, в другом найдешь. Ничего, есть время побегать. Я понимаю, что вирус, коронавирус. Но я не считаю, что нужно как в голодную войну стоять и в очередях здесь, во всяком случае, во всех магазинах все одно и то же есть. Просто ради этого коронавируса все цены повысились. Вот это единственное, что у меня. Все, гречка повысилась, макароны повысились, все повысилось. Ну, в принципе, все есть. Макароны, сахар, все есть. Но все скупают. Ничего не запасаю, ничего, это без толку все. Но тоже придется постоять. Не знаю я, где такой рис, еще такой отдел, где. Есть рядом и тоже очередь. Как все стоим? Да. Ну, ничего нельзя купить, вообще вот подойти невозможно купить, очередь стоит. Мне вот надо пачку хлопьев овсяных, я не могу купить. Что случилось? Война, что ли, ожидается? Ну, я вот смотрю, очереди просто стоят и все. Поэтому я и говорю, с ума сошли. Вплоть до туалетной бумаги. Конец света. Сейчас раскупят старое, потом новое привезут. Нет причин для беспокойства, считай. Ну, вот, села немножко и все. А что взяли? Да и все, что обычно. Вот вермишелька, здесь вот кофе, и гречка, пакетика, все. Да. Килограмм рис, килограмм гречку, банк горошка зеленого. Все. Ты запасывали дешевле? Нет, то, что я всегда беру. Вот зарплату получила, вот иду. Все в три раза больше покупается. Ажиотаж страшный. Спасибо. По крайней мере, гречка за пять минут ушла. В этом году в Саратове должна начаться долгожданная реконструкция стадиона «Спартак». Эпопея с восстановлением спортивного объекта тянется с 2012 года. В течение многих лет старейшее спортсооружение в городе находилось в частной собственности. 8 лет назад депутат областной думы Сергей Курихин безвозмездно передал «Спартак» в собственность муниципалитета. За прошедшие годы озвучивались самые разные планы по реконструкции объекта, но все упиралось в деньги, ну а вернее в их хроническое отсутствие. Четыре года назад по распоряжению губернатора Валерия Радаева «Спартак» даже пытались сдать в концессию, но желающих взвалить на себя подобную ношу так и не нашлось. И вот дело с мертвой точки сдвинулось. На этой неделе началась разборка старой трибуны. В четверг на стадион приехал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Восстановление «Спартака» будет очередным благотворительным проектом федерального политика. Стадион «Спартак». Когда-то здесь бушевали главные футбольные баталии в Саратове. Трибуны вмещали больше 10 тысяч зрителей. От былого великолепия, увы, осталась только память. Если вспомнить историю этого старейшего стадиона города Саратова, более 90 лет, то его границы простирались туда дальше. И вот в это время, и 90-е, и потом 2000-е, потому что вот эти дома-то появились позже значительно, эти вот два дома. Это время, когда власть просто была не на стороне людей, не на стороне города, а разрешила использовать стадион, земли под застройку участников и под размещение вот этого базара. Поэтому правильно было бы нам сейчас сохранить ту территорию, которая осталась, провести реконструкцию, причем современно выполнить все работы. В этом году, во всяком случае, со своей стороны сделаю все для того, чтобы мы восстановили два поля, вот одно основное поле и вспомогательное. У вас прошу, если сможете, давайте мы объединим усилия с городом, и каждый возьмет свою часть ответственности. Михаил Александрович, попросим, чтобы он вывез все то, что сейчас находится в аварийном состоянии, и очистил территорию. Вы посмотрите, учитывая, что сейчас у нас, возможно, появились дороги, надо все подходить, все те, которые сюда подходят, привести в нормативное состояние освещения сделать, чтобы дороги были тротуарами, с тем, чтобы мы уже с вами в августе могли открыть стадион, который будет включать в себя два поля, ограждение, освещение. А за это время Михаил Александрович подготовит проект, который должен быть копией проекта того, что раньше было, но только уже с использованием новых технологий. С тем, чтобы мы сохранили и облик города, это важно. Вот просто у нас будет здесь, если хотите, одображение той эпохи, когда стадион находился в расцвете. Уже по традиции у федерального политика возникли вопросы к проекту, и снова речь зашла о завышенных цифрах в документах. Задача стоит в августе запустить первую очередь, вторую очередь, это вот фундаментальные сооружения, капитальные. Да, мы, скорее всего, на будущее, невзирая на проблемы, построим. Но так нельзя, когда у нас приписывают то, что не имеет отношения к строительству, никогда не построим. Тоже наводите порядок, потому что на самом деле документы привозите в Москву, а у нас освещение 40 миллионов. А оно, оказывается, не 40 миллионов, намного дешевле. И отдать должное МРСК и руководству компании, они разобрались, намного дешевле. И так по другим тоже цифрам, Валерий Васильевич. Вот это мы должны сказать городу, что нельзя так. Вторая точка визита – новый пляж. Работы на объекте в этом году были остановлены после ухода подрядчика. Сейчас нашли новую организацию, которая возобновит стройку. Проблема заключается в том, что средства есть, организовать работу не умеем. Средства есть, провести конкурсные процедуры эффективно не можем. Желающих работать много, а профессионалов нет. Почему же так? Очень бы хотелось, чтобы все выделалось вовремя, чтобы люди несли ответственность за то, что они взяли на себя такой груз, правильно? Вы правильно все говорите. На самом деле опыт приходит со временем. С другой стороны, если братья городские власти областные, многие вопросы они просто не решали. И поэтому сейчас вот и Валерий Васильевич столкнулся с этим, и Михаил Александрович с тем, что помощники, которые должны этим заниматься, комитеты, управления, они непрофессиональны. И потом вот, Михаил Александрович, нам надо в следующий раз собраться, чтобы вы нам презентовали уже ту часть, которая до дороги. Ведь мы сейчас с вами набережную построим, в любом случае ее построим. А все то, что касается отдыха, отдых будет неорганизован. Вот вы придете, набережная, да, она есть, а куда пойти посидеть, где дети отдохнут, где будет стоянка машин, как будет организован общественный транспорт, подход сюда. Здесь же будет большое количество людей. Контакт заключен таким образом, что в конце октября, 31 октября, подрядчик должен выполнить полностью подпорную стенку, два верхних мола, верхний и нижний мол. Демонтировать соответствующую баржу, находящуюся, мешающую здесь. И, соответственно, выполнить часть работы по отсыпке песка, прокладке ливневого коллектора, здесь который мы будем соединять ниже по течению. Плюс с МРСК у нас достигнут договоренность, что здесь перекладывается восковольтный кабель. Они планируют уже в апреле также приступить к работам. Поэтому задача вот такая заключается в рамках вот этих работ 1 ноября завершить. Первый день визита спикер Госдумы также обсудил судьбу СЭПа. Встреча с руководством завода проходила без прессы. Предприятие в 1991 году было передано трудовому коллективу. Сегодня задавал вопрос, где народное предприятие-то? Мне говорят, 10 тысяч акционеров. А кто у вас акционер владеющий? В итоге нашли такого, у кого 52-4 десятых процент акции. Ну так отвечайте тогда. Берите на себя эту ответственность. И когда речь идет о предприятии, нужно бороться за каждого человека. Вот сегодня первый разговор состоялся. Надеюсь, что через неделю состоится второй разговор по госзаказу. А затем состоится разговор по запуску линии, производству холодильников. То предприятие, которое однозначно должно быть сохранено. Потому что нам хватит одной родовой травмы с авиационным заводом. 30 тысяч человек. Это представь себе. Каждый третий самолет, произведенный во время Великой Отечественной войны. Як-1, Як-3, Як-38 вертикального взлета, который там производился. Да, и на авиационном заводе, и на СЭПа. Две линии заказа. Один госзаказ, работа на оборону. Другой заказ, работа на гражданский сектор. Сочетать надо. Но при этом, если владелец не понимает ответственности собственника, ему надо объяснять ее. А так получается, да, вот взяли, обанкротили, и 400 гектар земли распродали. Поэтому сейчас, надо сразу сказать, никогда не будет у вас возможности вот так поступить, что территория завода может быть использована под жилье, как вот магазины, поэтому ставьте перед собой задачу. Если хотите оставиться в памяти жителей позитиве, решайте задачу выпуска в холодильник. Что? Господин Резник и дня. А другое есть у него? Во время визита Вячеслава Володина журналисты подняли и одну из самых скандальных тем уходящей недели. Строительство очередной высотки в историческом центре Саратова. Человейник без парковок, детских площадок и прочей инфраструктуры мог появиться на пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев. Общественное обсуждение проекта было инициировано владельцами земельного участка и поддержано мэрией. Чиновники вынесли на суд граждан предложение согласовать отклонение от параметров разрешенного строительства. Проще говоря, вместо дома средней этажности на небольшом пятачке земли хотели воткнуть свечку высотой в 84 метра. Ну, а это примерно 25 этажей. Как удалось выяснить редакции, даже запущенное общественное обсуждение по сути превратили в профанацию. Чтобы увидеть проект будущей высотки, гражданам предложили лично приходить в Комитет по управлению имуществом. Когда же на это предложение откликнулась наша съемочная группа, выяснилось, что никакого проекта у чиновников нет. Смотреть просто нечего. За организацию плебисцита отвечал заммэра Антон Корнеев. Тот самый, который ведает в администрации вопросами градостроительства. Возмущение общественности, негодование в прессе, наконец, озабоченность депутатского корпуса. В четверг чиновника позвали в региональный парламент. Вопрос с высоткой разбирала специально созданная рабочая группа. К моменту проведения совещания уже было известно. Собственник участка свою инициативу отозвал. Но это не избавило Антона Корнеева от неприятных вопросов. Ну, давайте прямо говорить, что идея увеличения возникла как один из механизмов, почем, механизм, механизм, реализационного ресурса для достройки близрасположенного проблемного дома же КХД РОС-6. Совершенно верно, я имею в виду. Но вы мне другое объясните. Вот вы обижаетесь, не обижаетесь? До того, как эта идея пошла витать и давать людям надежду, архитекторы должны или внести ее как возможную реализацию, или изначально сказать, что параметры нарушаются настолько, что, естественно, она не проходная. Чтобы не стрясать интернет, не стрясать общество. Это вот, на мой взгляд, опять вследствие того, что Комитет по архитектуре от вопросов практической реализации документов по территориальному, так сказать, образованию города Саратов отошел. Поэтому не специалисты с точки зрения экономики, наверное, вносят правильное решение. Но с точки зрения последствий, в том числе архитектуры, их никто не просчитал. Мы с вами знаем, что многие объекты тяжелейшие по обманутым дольщикам за изменением параметров таких обращались и ранее. И в связи с тем, что по-другому этот дом достроить невозможно, разрешение на такие параметры они получали. Примеры неудачные. И не расположены в зоне исторического центра, которую вы сами озвучили, как неприкасаемого по росту этажности. И сказали, вот так сегаем это удачно. Нет, дело в том, что это вопрос, который, да, они тяжелые. И, естественно, администрация тоже не испытывает никакого желания вот прям идти на подобные шаги. Первые, кто должны стоять грудью на защиту своего ведомства, это чиновник, который получает за эту зарплату. В тот момент, когда вы понимаете абсолютно, это же просто преступление в историческом центре втыкать 87 метров, дом 25 этажей, да, где нет никакого, значит, никакой инфраструктуры, нету ни портовочных мест, ни детской площадки. Это просто каменные джунгли. И вы сидите спокойно, да, с относительно довольным видом и говорите, мы вынесем все на общественное слушание, при этом понимая, что общественные слушания ничего не решают. Это просто пустышка самая настоящая. У меня становится ощущение, что это просто элементарные вопросы коррупции. Играет ли здесь роль общественный резонанс, потому что я не вижу других оснований, для того, чтобы собственники вдруг сами с подачи власти пошли на такой радикальный шаг. Любой заявитель может обратиться в администрацию в заявлении о проведении этих процедур. И в любом случае эта процедура, она направляется на общественное судно. Администрация не принимала решения давать разрешения или нет давать разрешения. Такое решение принято не было. Поэтому администрация была направлена на общественное осуждение. А почему собственники отозвали заявление, это их право. Что это? Это их право. Вы причин не знаете? Мы причин не знаем. Антон Корнеев на вопросы депутатов отвечал в своем, можно сказать, фирменном стиле. Мы ни при чем, а в целом ответ ни о чем. Там строить даже 9 этажей это нереально не проходит ни по каким нормам. Если мы даже 9 этаж там поставим, там парковаться будет нет. Вы какой план действий дальше видите? Вы в тупике сейчас стоите, выход-то покажите нам, куда вы планируете выйти. Нет, а вам зачем выйти застройщик? Вам не надо, вам не интересно. То есть, вы на кого-то это переложите, вы должны предложить вариант как решение вот этой ситуации. они отозвали заявление в измене этажа. Какая этаж состоится у планированного дома? 9. Все я снял. У них уже не планируется никакой дом, только они отозвали. Они отозвали вообще. 10 слов, или даже так, что дом? У них разрешен вид 9 этажей. Вот 9 этажей. Соответственно, они планируют. Вот, а дом? Вот. Дом, он такой вот закормленный, усмотрен, как он видит. Вот 9 этажей. От 9 этажей и выше это то, на чем продолжал настаивать чиновник. Но та же подзона И-3, историческая, где находится участок, говорит о других параметрах. До 22 метров, а это уже 6 этажей. Положительные примеры застройки центра города есть. За ними далеко ходить не нужно. Вот, к слову, новый дом на Кутиково отлично вписался в существующую застройку. А что нам предлагали на Мичурино-Челюскинцев? Образцы зодчества тоже имеются. Причем в том же районе. Участок между Обуховским переулком и Первомайской. Архитектурный уродец, без парковок и всего прочего. За последние годы градостроительная политика привела к тому, что основная масса новостроев это дома, в которых не может подъехать элементарно машины, которые должны вывезти мусор. Так как там или запарковано, или заужено, или вообще нету каких-то иных средств вывоза мусора. Поэтому однозначно нужно менять отношение свое к своему городу, к своему месту, где мы живем. И вот спасибо, наверное, отчасти можно сказать тем, кто все-таки одумался, не стал ставить 80-метровую свечку в историческом центре города сохранить будущим поколениям то наследие, то немногое, что остается у нас у наших детей. Вот только ответов, как сохранить Саратов от серых схем чиновников, депутаты так и не получили. Продолжается эпопея с поиском нового помещения для РЭО ГИБДД в Саратове. Сейчас служба вынуждена ютиться и делить помещение с региональным главком в районе авторынка. В тесноте да не в обиде, как говорится. Вот только вряд ли эта поговорка уместна в данном конкретном случае. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. В центре внимания сотрудников поднятые капоты автомобилей. Идут регистрационные действия. Областному ГАИ пришлось изрядно подвинуться. Теперь здесь два в одном и управление, и РЭО. Сюда они вынуждены переехали с 27 февраля. Глава полиции Саратова объясняет текущую расстановку сил. С момента переезда, что нам и сделано уже, при входе окна обмена выдачей водительских удостоверений. Здесь холл, где ожидания ожидают граждане. За день сюда приходят до 300 человек. Некогда просторные коридоры теперь в перегородках и мини-кабинетах. Здесь получают и меняют права. Я первый раз здесь. Когда его? Процедура на это оказалась. Слабное время было, я пришел нормально. Сюда же теперь переехали учебные классы для сдачи теоретической части экзамена на права. Как говорит начальник РЭО, с конца февраля через этот пункт на Соколовогорск уже прошло более 3000 человек по разным вопросам. Чтобы снизить наплыв, пришлось увеличить рабочий день сотрудников до 8 вечера и без выходных. Наплыв граждан был, но это связано исключительно с тем, что мы переезжали. Вот эти два дня, которые мы переезжали, соответственно, у нас скопилось какое-то определенное количество заявителей, но ситуацию мы на сегодняшний день это поправили и разъясняли людям о необходимости, куда им необходимо обращаться. У проблемы с поиском здания для РЭО федеральные корни. С 2017 года органы внутренних дел не имеют права заключать договоры с владельцами коммерческой недвижимости для размещения своих подразделений. В Саратове теперь только два филиала. Один здесь, другой на Московском шоссе. А необходимость в регистрационных действиях все возрастает. За два месяца регистрировали транспортные средства на 15%, на 8% увеличилось количество граждан, которые получали права водительских удостоверений или замену водительских удостоверений. Это говорит о том, что все-таки автопарк города увеличивается. В настоящее время 359 тысяч транспортных средств зарегистрировано только по территории города Саратов. На протяжении двух лет начальник саратовской полиции вел переписку с городской властью, где просил о выделении помещения для нужд РЭО ГИБДД. Однако во всех ответах использован принцип работы с текстовым файлом на компьютере копировать, вставить. Одну и ту же формулировку, что подобных объектов не имеется. При городской думе даже работала специальная комиссия во главе с депутатом Александром Нинковичем. По идее муниципалитет должен предоставлять помещение. Но наличие у муниципалитета данных помещений это очень серьезная проблема. Почему? Потому что их фактически нет. Либо они есть, но они находятся в состоянии неприглядном. Денежные средства выделить управление внутренним делом не может, поскольку они у них не в собственности. Город отремонтировать под УВД тоже не может в связи с тем, что это федеральная структура. Направлялось обращение в адрес губернатора. В итоге территориальным управлением Росимущества было предложено здание бывшего колледжа на улице Антонова 12В. Судя по имеющимся у нас фотографиям и информации состояние там плачевное, а на ремонт требуется порядка 200 миллионов рублей. Поэтому пока регистрировать автомобили приходится в тесноте, но водители не особо в обиде. Записалась через госуслуги, приехала, все по очереди получила номера. Возможно скоро у Рео появится и третий филиал, но он будет далеко от города. Географически на саратовской стороне моста у Престанного. Там бывшее помещение КПГИ буквально 16 марта арбитражный суд пересмотрел, значит помещение не было оформлено, зарегистрировано. В настоящее время 16 марта арбитражный суд вынес решение по определению собственности Российской Федерации данное помещение после вступления решения суда в законную силу в дальнейшем будут приняты меры по оформлению контрольного пропускного пункта и проведению в нем ремонта. Судя по карте здесь уже есть место под смотровую площадку. Из плюсов будут оформлять грузовой транспорт и это разгрузит Саратов. С другой стороны минус тем кто едет из областного центра чтобы вернуться назад в город придется заезжать на Энгельскую сторону до развязки а потом уже ехать обратно. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь она подарит нам массу интересных событий. Музыка 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 Музыка